Привет всем! По многочисленным просьбам я теперь буду дублировать свои видео на русском языке. Может быть, кому-то это будет тоже интересно. Сегодня видео пойдет об этом вот красавце, которому вы видите на экране. Сегодня не будет орхидеи, но есть, как я и писала, у меня и другие растения, которые я очень люблю. Это кактус лианоподобный, который вьется. Его побеги могут достигать до 10 метров. Очень много, вы видите, воздушных корней. У меня он плестись, конечно, не будет. Имя этого кактуса Питая. Но, наверное, все вы больше его знаете под именем драконий фрукт или драконье сердце. Он выходит из Южной Америки. Сейчас его проращивают и в Восточной Азии, и в Японии, и в Израиле, и в других теплых странах. Как я вам сказала, он лианоподобный, у меня он, конечно, видеться не будет. Это моему богатырю 5 лет. Он начинает свой 6-й год существования. Я его прорастила из маленького зернышка, потому что моя дочь старшая очень его любит. И вот однажды, кушавши, она его рассматривала. Говорит, мам, а как ты думаешь, сможем ли мы вырастить что-то из этих зернышек? Говорю, ну почему бы и нет. Я вообще-то любитель экспериментировать, я любитель сажать все, все косточки, все какие-то экзотические зерна, растения, что-то втыкать. Ну вот, и 5 лет назад я взяла несколько зернышек, посадила. Они, в принципе, довольно быстро проросли, и вот я их посадила. Здесь, по-моему, 2 или 3 растения, наверное, все-таки 2. И через 5 лет у меня вот вырос такой богатырь. Как я вам говорила, он производит, у него такие большие, где-то около 600 грамм, как хорошие яблоки, как хорошие такие груши, фрукты, которые, они бывают от желтого до темно-красного цвета. Чем-то отдаленно напоминают фрукты тоже ананаса, такие у него пупырышки на коже. В средине у него белая такая мякоть с черными зернышками. Вот эти зернышки я их собрала и посадила. Дочь моя чуть-чуть расстроилась, потому что мы начали читать, когда все это проросло, когда они чуть-чуть окрепы. Мы думали, у нас будут цветы, у нас будут фрукты. Но когда они растут в горшках, у них почти, почти, можно сказать, никогда не бывает, они не цветут и, конечно же, они не дадут фруктов. Это немножко расстроило дочку, но ничего страшного, он у нас растет. Это все штыки кактус, так что возле него надо, как бы, заходить осторожно, потому что у него очень мелкие такие иглы, которые очень больно. Вот я вам показываю, я нашла в коммерции, сейчас это не сезон даже в коммерции, драконьи фрукта, вот такой вот желтого цвета, как я говорила, он чем-то похож на ананаса. Чуть дальше на видео мы с вами опять возьмем зернышки и попробуем прорастить, чтобы увидеть весь процесс, как все это растет. Как я вам говорила, ему 5 лет, вот за 5 лет, если вас интересует, если вы интересуетесь кактусом, вы можете себе вырастить такой экземпляр. Растет у меня на веранде круглый год, ну как растет, живет, растет он очень хорошо летом, весной он просто вегетации. Сейчас я вам вставлю фотографии его цветов, которые могут достигнуть до 30 метров диаметра, и они цветут только ночью, и запыляются они летучими мышами. А это вот фрукты, которые бывают. Пока я это снимала, не знаю, слышно вам или нет, был такой, мне один товарищ мешал. Вот, вот такой у нас товарищ живет, наша домашняя черепаха. Она у нас живет уже 4 года. В этом году, в июне, ей исполнится 21 год, так что у нас девушка на выдане. Мы ее получили чисто случайно, она жила у дедушки, который уходил в дом престарелых, он не мог больше ее держать, и он привез в кабинет моему мужу и сказал, может быть, кто-то возьмет. Может быть, это были мы. Девчонки очень ее любят. Она сейчас вот немножко, как говорится, уже более живчик, потому что зимой она в зимней спячке. Она опускается вниз вот своего пруда, и в течение двух-двух с половиной месяцев мы ее не видим, не слышим. Ну, а сейчас мы начнем проращивание этого драконьего фрукта. Мы его разрезаем на средину. Так, я сейчас вам покажу, какой он в средине. Это очень такой свежий, такой чем-то напоминает, ну, как напоминает, такой же сочный и сладкий, как киви, но более такой, как свежий. Даже если он не в холодильнике лежал, но он такой свежий-свежий. Такое впечатление, что вы утоляете хорошо жажду. Хотя он очень такой сладкий, но нет такой приторности. Вот сейчас мы возьмем несколько зернышек, которые потом мы попробуем их посадить и попытаться опять воспроизвести вот такое растение. Ну, я говорю, надеемся, что у нас получится, потому что все зависит от состояния фрукта. Когда он был собран, успели ли вы вызреть эти зернышки. Первый раз мне очень повезло. Вот надеюсь, что этот фрукт, он тоже, его сорвали, когда он уже дошел до своего, ну, как состояния спелости. Как я вам говорила, эта Лиана, она из южных стран. Мы живем в предгорной местности, тысячу километров над уровнем моря. Очень жалко, что я не могу его высадить на улице. Может быть, если бы он жил на улице, он бы хотя бы процвел. Я уже не говорю, чтобы у нас получились какие-то овощи, фрукты, извините. Но все же таки интересно наблюдать, потому что их цветы, они очень красивые. У них такой прекрасный аромат, что и притягивает летучих мышь. И вот они их запыляют, и потом они, получается, вот дают вот такие вот фрукты. Вот сейчас я взяла несколько, ну, не знаю, 20-25 штук зернышек. Все это мы сейчас посадим в маленькую тепличку и попробуем их вырастить до, ну, как, до таких масштабов не столько не надо. Но просто сам процесс будет интересный. И потом, если он прорастет, может быть, я их раздам направо и налево. Сейчас я пойду приготовлю свою тепличку. Вот у меня такая есть теперь маленькая тепличка. Именно для проращивания зерен берем простую грунт для семенов, для проращивания. Я его, как говорится, немножко убрала все большие комки, все вот заложила немножко. Мы его придавим, чтобы он не был такой рыхлый. И вот такой палочкой сейчас сделаем маленькие дырочки и туда начнем, положим наши зернышки, чтобы прораститься. Пять лет назад это было более кустарское. В один, то ли в лоточек, то ли небольшой горшок я насыпала земли, положила туда зерна, присыпала землей, полила. Сверху начнула вот пакет обыкновенный и поставила на окно, чтобы там было тепло. И вот я не помню, что оно очень долго длилось, по-моему, в течение 10 дней появились такие маленькие-маленькие, тоненькие, как волосики, зелененькие. И очень быстро, ну как быстро, когда очень тепло, очень жарко, вот летом, каждый год, как только начинается весна, вот уже хорошая такая жара. А у меня южная сторона веранды. И иногда я забываю открывать окна, так что здесь иногда бывает больше 40 градусов. Ну, это ему очень нравится. За эти два с половиной месяца лета он наращивает такую ботву. Даже невооруженным взглядом видно, как он растет. Он иногда в два или в три раза делается больше, чем был зимой. Когда начинается холода, он у меня всегда стоит на веранде. Я его не заношу ни где ничего. Его видели, он уже такое, занимает приличное место. Просто веранда зимой у нас где-то около 50 сантиметров градусов, средняя температура. Когда солнечные дни, то она может прогреваться до 19, но нету, в принципе, вот зимой, такие прохладные температуры. То он просто вегетирует, он, как говорится, не растет, просто вот как в спячке. Ему не страшны эти холода, он более-менее их хорошо проносит. Я не экспериментировала, минусовые температуры у нас никогда не было. Я там думаю, как все кактусы, он просто пропадет. Но на веранде он себя чувствует. Иногда я его подрезаю, потому что у меня некоторые побеги были уже больше двух метров. Все-таки, если бы я его оставила так, то я так думаю, мы бы уже не смогли бы пройти по этой веранде, потому что он бы занял все-все место. Так что иногда я его подрезаю, или же, как иногда бывает, что-то сламываю, проходя там, или что-то. Но мы его поставили в один угол, чтобы ему не мешать, как говорится, и чтобы он рос в свое удовольствие. Вот мы уже почти закончили высаживать наши зернышки. Сейчас немножко высаживаем мы их не на очень большую глубину, чтобы они быстро проросли, и у них было место для их корешков. Поэтому, и сейчас я пошла за своей маленькой тепличкой, чтобы их туда поставить, и дальше я покажу, как все это будет стоить. Вот такая у меня тепличка на два контейнера. Я их сюда ставлю, ставятся один с другим. Они очень хорошо проращиваются, семена здесь, потому что эта тепличка с подогревом. Вот сейчас мы хорошо польем, потому что у нас земля, она сухая. Хорошо зальем, и оставшуюся воду я залью потом вот вниз этой теплицы, чтобы когда сверху ее накрыть крышкой, оно будет прогреваться, вода будет испаряться, и вот у нас получится такая мини-теплица, в которой будет в среднем 27-28 градусов, что идеально для проращивания семян. Когда будет слишком жарко, я буду открывать вот такие окошко, и чтобы воздух немножко циркулировал, но температура будет держаться, в принципе, постоянная. Так что поставим на проращивание, надеюсь, что у нас все получится, наши зерни уже в хорошем состоянии и дадут нам плоды. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, и до следующего видео. Пока!